Приветствую вас. Ну, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, вы встречаетесь с парнем полгода. Ну, полгода, это счет методов, срок довольно небольшой, то есть, это уже, не сказать, чтобы прямо маленький срок, но, значит, с учетом того, что ему 17, вам 20, это срок довольно приличный. Вот. Значит, вы встречаетесь с полгода, у вас все хорошо. Значит, что, никогда не ругаемся, мы любим друг друга. Вот. Ну, а есть одно но. Значит, если у него нет настроения, он не общается со мной, ничего не пишет, избегает встреч. И дальше, как появляется настроение, все становится, как и раньше. Вот, давайте смотреть, как обстоят дела. Вы общаетесь с мужчиной, вы с ним в отношениях находитесь, и, ну, скорее всего, по-другому быть не может, что, да, вот вы не ругаетесь, но проблемы-проблемы какие-то, ну, решать все же приходится, какие-то проблемы. То есть, у него могут быть проблемы какие-то, у вас могут быть какие-то проблемы, ну, то есть, просто проблемы, трудности, негатив, источник негатива. Вот. И, соответственно, этот негатив, он куда-то должен деваться. То есть, он должен как-то выражаться. Негатив, он обычно выражается как раз-таки в ссорах, негатив обычно выражается как раз-таки в ругании, в выплескивании эмоций и так далее. Но это выражается именно негатив. Вы же пишите, что у вас нету ссор, и вы не ругаетесь совсем. И говорите вы об этом так, как будто это хорошо. Ну, на самом деле это не есть хорошо, потому что если нет ссор, значит, люди не выражают свои желания, не выражают свои эмоции, не говорят друг с другом о проблемах, ну, о том, чего они хотят. И, как бы, можно сколько угодно говорить о том, что у вас проблем нет, и что, в общем, вот, но спорить нужно. Спорить нужно, и, в общем-то, это нормально. У вас ничего этого нет. Ну, и, как это видится мне, что негатив-то он зарану копится, 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 и, в итоге, мужчина просто-напросто чувствует негатив до такой степени, что у него плохое настроение. И, естественно, что он не будет с вами общаться в этот момент, естественно, что он не будет с вами взаимодействовать, он не будет в этот момент вам ничего говорить, потому что не доверяет вам. То есть, именно здесь проблема доверия. То есть, мужчина не рассказывает вам то, что у него на дочери, не делится с вами. С другой стороны, с другой стороны, это его право не делиться, потому что, ну, может быть, он не хочет вливать на вас негатив, может быть, он не желает это делать и так далее. Это его право. И вот тут мы подходим как раз к самому важному. Это то, что вы его поведение, вы его трудности, вы его борьбу с негативом воспринимаете на свой счет. То есть, вы говорите, а вдруг он меня не любит? А вдруг он не хочет со мной больше встречаться? То есть, вы сомневаетесь в себе, вы сомневаетесь в мужчине, и вы интерпретируете его поведение так, ну, как будто оно направлено против вас. Из этого я делаю, соответственно, вывод, что либо вы в себе не уверены, как, либо вы эгоистичны, либо вы боитесь остаться одна. Но в любом случае, вот то, что вы думаете, это исключительно ваши проблемы, это ваши чувства, это ваши эмоции по поводу, в общем и целом, нормального поведения мужчины, абсолютно нормального поведения мужчины. То есть, человек с вами все время в хорошем настроении, человек с вами все время в позитивном настроении, но он не может быть все время в позитивном настроении. И у него есть основания считать, например, что в позитивном настроении, то есть, в негативном настроении он вам не нужен. он вам не нужен, потому что вы его не оцените. И с учетом того, что вы пишете, с учетом того, что вы, ну, вот как вы это все рассказали, как вы реагируете на его поведение, я думаю, что у него есть основания, не так считать. То есть у него есть основания не доверять вам до конца, у него есть основания думать, что вы действительно его не оцените и действительно его не поймете. У него, к сожалению, могут быть основания, так считать. Поэтому я думаю, что вам необходимо для себя подумать, вот, почему вы так реагируете, какие для этого есть причины, какие для этого есть основания, что именно вас заставляет так себя вести, что именно вас заставляет так себя чувствовать, почему именно вы именно так себя ощущаете, а не, ну, например, как-то по-другому, да, то есть с чем это связано конкретно. Вот. И вот уже исходя из этого, вы будете иметь представление о том, почему вы испытываете такие эмоции, потому что вас даже доходит до самоубийства, мысли о самоубийстве. То есть это вот не совсем нормально, что вы думаете о самоубийстве только из-за того, что человек, как бы, ну, у него плохое настроение. То есть очевидно, здесь либо страх у вас остаться одной, вы боитесь остаться одна, либо это у вас, значит, неуверенность в себе и сверхмотивация быть с этим человеком. Но опять же, сверхмотивация быть с этим человеком, она чем-то обусловлена. И нужно, как бы, понимать, чем обусловлена сверхмотивация. Так что это только ваша проблема, это проблема вашего восприятия себя и окружающего мира, в том числе и молодого человека. И если вы хотите, чтобы этого не было, ну и наверное, что именно заставляет вас так себя очистить. Это не молодой человек, это что-то в вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.